Вы не задумывались над тем, почему мы никогда не видели птенцов голубей? Это очень интересная тема. Городским жителям может показаться, что число голубей год от года только увеличивается каким-то магическим образом. Но нигде и никогда мы не видим птенцов голубей. Так где же они и существуют ли вообще? Будьте уверены, птенцы есть. А о том, что мы их не видим, есть разумные объяснения. В большей степени это связано с тем, где гнездятся птицы. Голуби строят свои гнезда в местах, напоминающих пещеры и скалы. За это отвечает генетическая память, доставшейся им от предков, которые обитали на берегу Средиземного моря. В городской местности голуби строят свои гнезда в любых похожих местах, под козырьками крыш, на чердаках, под балками мостов. Ведь в больших городах люди строят огромное количество искусственных скал. А основная причина, почему городские жители не видят маленьких голубят, заключается в том, что птенцы не покидают своих гнезд до тех пор, пока не вырастут. Занимает это от 4 до 6 недель времени. Голуби по своей природе моногамны и как правило образуют пару на всю свою жизнь. Городские жители называют голубей летающими крысами, однако голуби являются очень хорошими родителями. Самка и самец вместе кормят своих птенцов и если один из них погибает, то вся ноша кормления возлагается на оставшегося родителя. Хоть ему и приходится в два раза тяжелее, как правило, птенец всегда выживает. На самом деле то, что мы не видим птенцов очень даже неплохо, они достаточно некрасивые, почти полностью голые, с редкими розовыми перьями и кривыми клювами. А вот молодого голубя можно определить по небольшому пуховому оперению на голове. После того, как птенцы покидают гнездо, они присоединяются к ближайшей голубиной стае, начинают игнорировать родителей и кормятся сами. У голубей есть своя территория обитания и если голубя отнести в другую местность, он постарается вернуться обратно. Голуби очень умные. Когда вы кидаете голубю хлеб, то наверное думаете, что эта глупая птица просто следует своему инстинкту. Однако вы сильно удивитесь, узнав, что голубь тщательно выбирает, какую крошку ему клюнуть первой. Существует множество фактов, определяющих интеллект у этих птиц. Правда, это уже совсем другая история. Редактор субтитров А.Семкин